христос воскресе дорогие друзья дорогие зрители телевидения артерия сегодня у нас большой большой праздник у всех называется антипасха или красная горка это первое воскресенье после светлой пасхи и мы сегодня ждем гости к нам и к вам замечательного совершенно человека друга в галерее артерия отца дмитрия котова дьякона художника искусствоведа по образованию и основателя школы мозаики в городе лобня детской школы мозаики чьи выставки совершенно феерические потрясающие были у нас в галерее артерии поэтому вы должны знать отца дмитрия и сегодня он будет говорить о чем угодно о чем у него на душу ляжет и начнет он с рассказа своей дочери которая занимается кроме искусства мозаичного еще и социальной службы при троице сергиевой лавре здравствуйте отец дмитрий как мы рады вас видеть молодая женщина девушка ну неважно очень молодой молодая женщина лет в тридцать четыре где-то там 33-34 она работала детьми детьми которые инвалиды там аутисты в интернаты есть такие для больных детей этом работала вот какой-то парень там андрюша которому там сказать там они для донечка донечка я забыл донечка даниил который это самое который не говорит лежачий ему 10 лет он лежит и она так это и что меня поразило что он не просто так сказать аутистом да но у него язык время высунут его так очень приятно честно говоря к этому привыкнуть тяжело даже вот мне понимаете я не такой у меня язык вот такой высунутый я убираю язык он берет немножко понимает не контролирует он ходит уже уже говорит и одна из него это вы за студии чужой человек усыновила его из ближайшего он уже ходячий если не говорящего этого самого дни глазками он уже чё-то говорит и я начинаю ее расспрашивать она говорит но она оказывается она неверующий человек она не верит ни в вечность не в бога нормально да и я так настолько был сражен а человек настоящий понимает что я не могу понять понимаете ну что ведет значит и я поехал как духовнику своему а нет я по телефону ему спросил у меня есть такая вот женщина понимает я считаю что это уже чекку дали вверх на полу святого человека она неверующих даже ой духовник глубокий что значит все сказал сказал дух дышит где хочет я и все и больше ничего не сказал я просто потрясен где хочет и оказывается в каждый человек по мне кажется каждый спасается своим путем я поделал такой вывод и вот это вот ты православный ты мусульманин мы спасемся ты не спасешься это все разговоры для понимаете какая-то ограниченность в этом я вижу понимаете после этого случая когда я патент начинаю понимать что каждый спасается своим путем вот у тебя наш голос совести в каждого человека у последний дикаря есть его совести конечно и как же господь неужели но если вера это же дар это дар как быть художником дар вера тогда музыкантом не каждый же быть может музыкантом простить и каждый может художником и каждый человек может быть медиком и врачом не бояться крови это дар все таки сюда быть сапожником чем угодно господи понимаете а все любить надо знать надо это все надо любить главное это предрасположенность у каждого человека есть генетическая предрасположенность есть правильно да природная есть как там эти гены сработали что там сказать человек какой индивидуальная какая личность родилась понимаете какими дарами эти дары у каждого человека есть и совесть у каждого есть если у человека этот дар веры господь не дал он дал другой дар совести как бы заменитель если одна рука не работает за то работали чуток таланта здорово вот так вот и просто меня это потрясло я успокоился насчет вверх господи помилуй а еще у меня как духовник начал говорить это сказать телефон говорит знаете что я познакомился бы нечаянно познакомился в жизни такой протестантской семьей протестантской семьей вот и там такая вера это не детей так воспитали такое вере они не придут христа понимаете вот они евангелием живут даже обосредка живут там они в конеч общинное сознание до этого потрясет что такая вера горячая я не видел таких людей а он все эти вы понимаете и вот это вот конечно нашего это обредоверие обредоверие она так глубоко застряла в наших наших сердцах для доверия вот она часто подменяет живую веру что говорить о этом мы погорели в семнадцатом году на этом можем и второй раз погореть когда там я не знаю понимаете сейчас такое тоже момент слишком этого слишком этому уделяется обряду слишком много внимания вот и народ к сожалению воспитан в этом народ воспитан тут было конечно вот большая как бы ну когда вот нилсорский да иосиф оловский вот это вот противостояние два совершенно принято понятия разных понятия как ну и какие должны быть монастыри чем должны заниматься монахи совершенно два разных и конечно победила иосифляция конечно это мы знаем да и по святой человек и этот понимаете но как жалко все больше начинаю это осознавать как божай что не победил где победила первые до сорта и куда монастыри когда бедные монастыри нищие монастыри куда приходили к сергею радович к кому приходили богатый монастырь что ли в нищету приходили но приходили для чего для того благословиться на пояда на куяковскую битву немало понимаете да а там простите меня и на шаром покатил не было там один случай был когда у них даже хлеба общей куска не было бунтовали братья вот он говорит братья потерпите сергий потерпите пошел молиться и ночью везут открывайте ворота везут вазы с мукой это реальный случай понимать было не один раз понимает сергий какие там же были вначале они собножить нажили там общих трапез особо не было вначале это словно ты каждый жил как бы вместе молились то часто часто кей на конечно молились потом вместе молились но каждый жил приходит вот у тебя мне сказали что у тебя сухари есть сергий приходит какому монаху там пожилого но это не там эти они уже говорят ну зацвели там пропали ну мне пойду а в тебе ну я умею топором работать обе сказали что тебе нужно терраску или чего прихожую при рубеж у меня хлеб вообще закончили со хлеб я тебе сделаю терраску если те сухари можно там хоть частично вот как были какие монастыри были если бы это у нас было у нас бы русь бы друга я ну а теперь конечно у нас есть подвижники слава тебе господи малинице некий сестра все у нас есть можно стоять их старцев древних нет такой величины такой высоты но все равно сознание святости в россии это будет пока я даже земля русская стоит от всегда было есть и будет вот и было есть и будет и потом это вот юродство это очень русская черта вот говорят вообще это на руси это как свойство на руси вот именно на руси почему-то на руси прижилось понимаем сознание юродивы часто батюшки родствуют не то что монет это но он верующий человек он иной он уже другой он уже другой возьмите мирского человека и верующих глубоко это вообще другое уже сознание понимаете юродство это как бы пластик и меня ведь этих самых язычники тоже не понимали христиан для них они тоже были уродивы понимаете понимаете сыпануть там горсть зерна там на жертве какому-то там идолу понимаешь и жизнь или за это мучения страшные их это не вмещало это конечно юродивы сумасшедшие там их и называют и сейчас мне сказать если человек так по-настоящему верующий часто так крутят вот так понимают вот так понимаете что не от мира сего не от мира сего люди совестью и верующие уважают а люди мирские ну мало ли думали мало ли зурочков на руси понимаете они сказать не понимают и осуждают даже понимаете если вы честно и осуждают как-то и в церкви выискивают всякие эти чтобы чтобы оправдать свою совесть выищают всякие негативы простите меня церковь это больница в больнице все разные врачи бывают понимаете и врачи и посиди-посиди и и больные разные бывают но понятно да это больница говорят что такое церковь это больница и вот значит и поэтому начинают судить по церкви потом по своим страстям по своим немощам понимаете летом сказать что-то там это не так или по телевизору эти особенно вот эти вот борзописцы и телевизионщики которые любят так сказать всякие сказать жареные показать понимаете всякие это же область где выудить это же за честь считается понимаете даже дивиденды какие понимают хочешь там возьми о святыне возьми ее испачкать и все это и герой представляете мешком сознания мешком сознания ну вот такое вот я вижу сегодня положение дело такое поэтому пасху кстати очень много показала это пасху очень много вот сейчас коронавирус очень такая понимает проверка я видел два передачи первая передача владыки польский я не запомнил даже метрополит метрополита искренний человек видно и призывает послушанию посуду пасхиарха там и и и так рисканье так говорит убедительно я всего и думаю все я принимаю все все разумно а второй батюшка говорит иначе он ведь я не могу не могу говорит почащать пластмассовая ложка или вот стыр такую надевать в чем же смысл тогда нашей веры понимаете я знаю сам многие случаи простите меня я когда потребляю дары уже двадцать шесть лет я должен давно десять раз заболеть всякой чем угодно там и после прокаженных после спида после все чего угодно понимаете какой заразы простите меня 26 лет ни разу не заболел понимаете ничем священство уже 10 раз вы родилась бы понимаете если что такое дары понимаете одна врач пошла сомневающийся ну такая колеблющие сюда искала веру но вот как это в самый разгар гриппа люди целуют иконы со мной ложки к она говорила причащается лжицы где ложка для нас жить и она взяла это собой это реальный случай и этого человека знаю она взяла мы за базов сделала после каусе прошли мазок с иконы сама не приложилась а можно взяла так тихонечко никто не видел да когда уже все прошли и она просто была поражена никого гриппа там не оказалось и ходить никем микробов этих которые разносим не показалось я читал очень серьезные вещи что колокольный звон в этом тоже способствует вы может выслушать убивает всю эту заразу понимаете вот так что это проверка проверка сказать оказалась большая проверка я открытие сделал уже еще больше утверждаюсь в этом что помните говорил спаситель не больше малое стадо я понял что малое стадо всегда было есть и будет вот это я понял как бы не хоть цвет хоть вообще церкви убери как разрушили даже помните веру нашу не уничтожить дострой там их на каждом углу понимаете малое стадо останется я понял малое стадо всегда было есть что такое малое стадо это те которые сказать выберут смерть без господа а не кусок гулаг это показал кто знает историю церкви и за эти вопросы да вот лес рубит христианин реальный случай рассказывает и рубит христианин там какую-то сосну или что-то на дрова видит идут везут бородатых он понял что расстреливать идут ведут на поляну там прятался смотрит что дальше будет ну так как-то обзор был недалеко он чего мог видеть и этот выходит и говорит вот евангелие если кто наступит плюдет живой останется 60 почитал 62 человека два человека не выдержали но наступили это самое что слышал просто по дороге один кончался ну или от сове от муки совести или от чего не выдержал поступил все остальные приняли понимать но это же было это же было 60 ну вы простите меня 62 их сказать два только отказались ну шестьдесят пошли к господу понимаете ну давайте наша кровь так наша земля так кровью полито обильно понимаете что она никогда она вечно будет стоять как хотите вот я в это верю абсолютно она вечно будет стоять пока есть такие светильники она вечно будет стоять а вот второй батюшка говорил я даже фамилии не буду называть но и ну чтобы этих мужчине не было он из очень авторитетно известный батюшка очень известный вот его стреляли у него или ходили бандиты 4 бандита там легкое ну господь все сделал что там требовали понимаете еще боится его боятся уже нечего понимает и он нет я не буду спирток у нас все многое два священника еще служб если не то будет делать я никогда не сушу это каждый выбирает на себя понимает вот эти и тот и митрополит прав призывает и это про этот риск и не этот риск и не я просто убежит совершенно две разных позиции все правы понимаете а какой окна к нам быть каждый поступает по совесть храмы которые закрыли закрывали и служили одни священнослужители не смогли не пустить верующих и ну призывали конечно чтобы не ходить но я знаю храмы которые не смотря на это кто пришел того к тех пустили ну как правило приходили люди конечно ближайшие кто приходит как правило да но я знаю вот два 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 типа в одни были закрыты значит или там служили только священнослужители или вообще закрыты коронавирусом действительно заболел священнослужители или простите меня вторые служили на свой страх по совести не мог закрыть перед людьми не мог не пустить и те и другие по моему знаете по моему начале я думаю это мудро она я думаю и ту и другую поэзицию на путь поняла как-то не было этих причин и насколько я знаю как это мудро как это буду я уважаю и патриарха сказать вот а что ему делать простите то ему делать возьмите вы стать или кто-нибудь на месте патриарх очень хорошо рассуждать снизу критиковать рассуждать судить и грязь ли этим что-то угодно это легко очень понимать как мудро все сделал ответственность какая то есть какая да какая ответственность совершенно верно нечеловеческая не до совершенно верно как ему власти светские то давление есть что говорить что понимаем так и страшно запас если бы один человек заболел церкви вот если бы группа заболела да или там знаете как можно сми как могли это раздуть понимает от коронавируса но пожилой был человек так она сказала не знаю насколько это так говорит я же не проверял не знаю ими от коронавируса да ну понятно пожилой же человек мы владыка наш сильно болеет ну ладно мы говорили об ответственности патриарши а да 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 так хорошо что показали вот митрополит этого до ростовского или там не запамятовал имя владыки вот и вот этого батюшки который какой-то известный да которые не знают тюрьмами занимаются что ли вот этот и другой совершенно противоположные позиции двоисконечных человек и понимать как вот было иосиф волоский и нилсорский два святых понимаете противоположные и это в церкви русской это и другое прижилось понимает обряды правильно если это правильном правильном отношении к ним относишься только как надо сказать это же нормально понимаете на этом церкви стоит ну понятно да на традиции самоцелью когда например этот самый ну например авокум да это самые невероятные вещи за шесть этих соборов там на костер пошел понимаете и с ненавистью к этому книгу ну к царю батюшки с ненавистью понимаете или например патриарх ником понимаете это простите меня прочитывал это я не свои мысли говорю это духовник мне рассуждение такие мне они очень как-то легли на сердце вы знаете или прочитывал патриарь в день представить патриарь это же труд огромный за четыре часов если не больше не как читать еще ежедневно ежедневно да ненависть какая была какая ненависть была к этим и какой какой как круто развернулся лучшие люди веры отошли ушли из церкви вы понимаете какой было рано для нас невероятно какой было ужасно что нельзя было это как-то иначе мягче или постепенно как бы сделать круто так закрутил понимаете их край ненависть была где любовь а любовь где и христовой любовь страшно даже страшно ко всему вот то есть я это говорю и я размышляю слух этих выводов я не делаю рот духовник мне помогал что такое христианство во первых неосуждение также мы любим это особенно люди которые так знаете не прихожане захожане там или сказать там прохожане поехать как же мы любим это вот это все понимаете как мы это грешим да причем обязательно только русский вот этот момент вот понимаете вот какие-то крайности обязательно крайности а где же это вот но там где христова любовь там спад мир и покой и тишина вот там где люди приходят я вижу приходится человек кто смотри телевизор средства массовой информации глаза округленные прям уже все боятся почти сумасшедшие простите я знаю хоть поведи как уже овца уже чего боится введи что хоть что сделает понимаешь лишь бы было все хорошо вот по скажет зрительство массовой информации на и пойдет каждый туда идет она пойдет туда скажет надо принять вот это вот нового царя примут нового царя после антихриста все что угодно то есть это проверка такая вот знаете какая-то проверочка наших на самих и вообще чтобы собой представлять это большая проверка большая проверка и много переосмыслений каждый человек сделал какое-то нас заставили как бы остаться в стенах с нашей кельях дома и переосмыслить и и все и свою и внутреннюю кладовую свою разобрать а то бы давайте разбираем там ведь то что люди заходят гости бы там разбираем комнату порядочек а кладовые часто у нас так завалены понимаете а кладовых нашему ткать все сокровища наши морю кладовую по своей лучшую кладовой своей души наконец-то бы могли бы актера забрать упорядочники значит что там вообще что там происходит что там у вас нашей душе делается вот чего вообще внутри мы стоим если какая-то беда будет настоящая как мы сможем сможем или вообще ее потянуть я думаю что вот эта ситуация которая случилась она очень очень многим людям показалось им их себя самих себя нас самих себя мы увидели себя как бы лучше поняли кто мы такие вообще чего мы стоим и чего быстро и какое благо конечно что вот видите две позиции иосиф волоский и усольский тот и другой по-своему правый святый вот две позиции батюшка который выступал и митрополит этот и вы совершенно искренне верующих глубоко люди это видно когда по их словам и они и каждый из них про понимает дело если поступаешь по совести ты всегда про если по совести поступаешь ты всегда про вот ошибаешься ты пока есть если я могу ошибаться вы можете ошибаться жить мы для этого есть покаяние институт ну понимает но ошибся но все равно любую верила сказать осуждаешь или не осуждаю ну как вот ты можешь таскать например рассуждать патриархом я говорю о здравии его так сказать митрополита вот правящего патриарха я говорю яхтенью о здравии понимаете здравницу часто произносим там много лета там большие праздники да вот что получается лицемерие понимаете доверие должно быть доверие должно быть она наша церковь должна быть целостная целостная самое главное любой ценой эту церковь сохранить это мне духовне говорить я это очень глубоко воспринял любой ценой разные позиции хорошо пусть будут разномыслие в церкви всегда было есть и будет а единоверие должно быть вот если наш объединяет единоверие разномыслие это нормально разные мысли это было и апостолу простите если помните деяния апостола фарнава так думает павел так думает это если не ошибаюсь апостолы по разному смотрели на это и тут туда собрался идти в эту сторону разошли разошлись ну и что так это распусти должно быть простите меня в израиле говорят 12 колен 12 ворот и каждый через два не свои ворота спасается каждое колено через свои ворота и у нас я грубо говоря говорят такое хочешь духовно расстроиться поговорить человеком другого духовно устроить другого духовно устроить вот то есть оказывается просто разные устроения одиночка ближе вот такое сознание а другому другое но мы в вере едины мы не расколем церковь нас для нас она дорога на свята для нас машина на камере мучеников стоит и стоит понимает ведь что рукаву надо разделяю властвую чтоб только раскол любой чудо росту ннн было понимаешь не раскололится вот теперь ты теперь значит рода вирус тоже не удалось расколоть она мог бы расколоть лукавые все держимся и люди многие много людей просто здравомыслящие и они построили у них главное так послушали их и она спасает их других драм если трезвение понимаете это спасает это них доминанта а третье вообще просто доверяет богу во всем вот как идет так и так далее каждый по-своему каждый находит как не только через свои ворота спасается как здорово вот этот образ что 12 колен и все через свои каждый я кого его духовник а у нас ним вас ним несовместимость просто выразно у колена он это это же вещь понимает иначе а ты понимаешь так он понимает иначе ну вот такие дела такие мысли интересные вы знаете что есть вещи которые меня сейчас затронуты они каждую может казалось бы они не в тему но не всегда в тему я думаю сейчас зачитаю вам поиси и вот немножко то есть то что я вот когда там на радио рада лишь там передачи в виду вы знаете я понял что то что меня цепляет душу цепляет и других то есть это трагивает это обязательно если тебе это и как-то равнодушно не просто болтаешь просто подождать тебя это все люди поймут сразу почувствовать понимаете если тебя это вот это все это затронуло и если ты это твой вопрос как один батюшка говорит подходит и мне говорят у батюшка как вы про меня все сказали как это правильно вообще вот я по себе говорю а свои проблем и вот самый лучший самый лучший помочь у меня когда я говорю о своих а своем наболевшим понимаете по ним наболевшим и читать о своем наболевшим наболевшим послушайте немножко не нужно припляться на за много не нужно припляться душой к суетному бывают люди целиком поглощенные материальными заботами. Весь день у них посвящен житейским хлопотам, а о Боге они вообще забывают. Не будем им уподобляться. Пусть будут заняты работой наши руки, ноги, но мы не позволим нашему уму отдалиться от Бога. Не станем предаваться суете всем своим существом, всей душою, чтобы не стать нам язычниками. Если мы отдадим свое сердце пустым, ничтожным вещам, то как оно сможет возрадоваться Христе? Если в нашем сердце Христос, то освящено и дело рук наших, а мы в полноте сохраняем душевные силы, имеем подлинную радость. Ну, сегодня это вот видно. Коронавирус, а мы цветем. У меня три дня голова болит, давление, а сердце мир и покой прямо и радость источает. Вы понимаете? И все, кому не звонишь, говорят то же самое. У всех наполненность и радость. Говорят, необычное никогда такое, мол, не было. Необыкновенной Пасхи. Необыкновенной Пасхи. Мы назовем это передачей «Необыкновенная Пасха». Прекрасно. Здорово, да? Очень. Родилась название. Не прилагайте свое сердце к бесполезным предметам. Не растрачьте его по пустякам. Сердце, израсходованное по мелочи, не может болеть от того, что на самом деле заслуживает боли. Какие простые слова. Какие простые слова. Удивительно. Вот я поражаюсь всегда вот этим. Апостолы простые люди были. Ну, рыбаки. Там половина безграмотная была. Паисий. Простой человек. Из христианской семьи. Ну, понимаете. А какая глубочайшая вера. Какие простые слова. И вообще, вот эти святильники наши большие. Николай угодный. Наши простые люди. Потом, значит. И почему бы любит народ их? Потом, с Передома Трифунской. Они это не эти самые. Не высокоумы. Они просто, как дети доверчивого Бога. Он открывал такие тайны. И такие чудеса показывал. Там, понимаете. Передом Трифунский там в огонь зашел. Там из этого. Чудеса видимые такие. Такой веры. Помните, Господь сказал, кто имеет веру в горечичное зерно. Горы скажут и передвигаются в горы. И это же в истории, так сказать, мы знаем же, в истории церкви, когда передвигали горы. Понимаете? Действительно. И когда человек перемещался, сейчас он был там, а потом раз в другом месте оказывался мгновенно перенесен был. Это же не сказочки. Понимаете? Для мирского человека это скажут. Ну, покрутит у виска. А для верующего человека это все истина. Много раз не единочные случаи, не однажды случаи, а не единочные. Ну, Фома был перенесен там из одного места, когда на успение Божьей Матери. Помните? Ну, перенесен был. Наверное. Понимаете? Нам этого не вместить, не понять. Ну, в духовной жизни это факт. Это факт. А что говорить? Если Господь, понимаете, умерший, проверенный этим самым, уже копье даже вонзили в этот самый, под ребро, да? Если бы Господь, которого уже положили в гроб, понимаете, оплакали и так далее, проходит через стены, закрытые двери, что после этого говорить вообще, понимаете? Это уже реальный же факт, когда, ну, там, Фома там не поверил, потому что его не было Сергея, помните, да, это случай? Его не было для всех оплакалов, да? Потом специально ради Фомы пришел Господь второй раз через стены. Подойди, Фома, вложи перста свои в раны мои. Все, после этого, что нам еще, так сказать, мы, верующий во все верят. Мне пораженный был факт один поразительный, в старце Новосибирского, даже не помню, врахованный, неважно, мне мысль сама поразилась. Вера это что? Мне говорят, ну, как это может кит мог проглотить иону? А мне хоть скажи, что это, иона проглотил кита, я бы это поверил. Понимаете? То есть, понимаете, это образ, конечно, вы понимаете, это мощный образ. Понимаете? Вот такое вера. Доверие, полное доверие. И все люди, я еще раз повторяю, вот эти пуганы, вот эти глаза, эти, потому что у них, это самый, у них не Евангелия их водителей нет, а телевизор. А там же люди, они свои делички там делают, там в мудной воде, особенно, там, и чем страшнее расскажешь, тем эффектнее, больше тебя будет знать, больше заработаешь, там, ну, и все в то угодно. Ну, мы знаем, чем мир же, как мир, информация это работает, да? Вот. Они смотрят информацию, Мы же не смотрим, все знаем. Ну и что? Совсем другое сознание, совсем другой взгляд, понимаете? Совсем другой взгляд вообще. То есть, вот это разделить. Я сейчас об этом читаю. Но сработались, тоже говорят, или одно, или второе, понимаете? Если ты с Богом, то ты не прилагаешь сердцем к этому, к материальному миру. Знаете, недавно открытие тоже сделал, я на Каштатскую прочел, я так до сих пор поражен этим открытием. Просто простая вещь, он же и такие, записывал дневники, свои какие-то духовные открытия сделал, не для того, чтобы их напечатали, там, понимаете? Ну, он не мог не писать, как бы, свои наблюдения духовные. Для себя лично. Для себя лично, да. Он сказал, что душа уже нематериальна. Вот интересно, принцип страдания. Если душа прилепляется к ничтому, чего ей не сродно, она должна наливаться к небу, раз она наша дух, понимаете, да? Вот. К небу прилепляется, к своему к сродному материалу, к сродному пространству. Понятно? К небу. Духовному небу. Вот. Вот. К небу. А если, например, к материальному она страдать начинает, вы не страдаете? К материальному. То есть, начиная страдать, то есть, она к чужому прилепляется, когда, не к свойственному, не к тому, что ей свойственно, она начинает страдать, начинает ей больно становится. Представляете, какое потрясающее откуда? Оказывается, нам надо ежедневно проверять. это, это, так сказать, душа, это вот не повредить для моей душе, вот это, чем я занимаюсь, чем я увлечен, как я мыслю. Вот. И когда еще проверяет, понимаете, вот получается, это пространство свободы, душа свободная. Она парит тогда, понимаете? Когда человек все время, так сказать, выбирает неземное, неземные ценности, какие бы ни были. Ну, простите меня, Господь же питает и птиц, и зверей, так просто. Ну, иужели, сейчас в наше время я не знаю людей, которые, все равно Господь, вот эти бедные, которые я сейчас начал говорить, рассказывать, ну, Господь посылает же, и людей, все равно как-то спасает каждого человека, понимаете? Который верит и воздохнет, Господи, помоги, уже не могу, оплачивает, детей, ребенка нечем гонить. Находится и человек, находится это, чтобы как-то, что-то. Если он будет решать свой вопрос не по-земному, там, сказать, кого грабить там, или как, кого обмануть, чтобы, так сказать, кусок положить для своей семьи и для себя, понимаете? А будет, воздохнет, ну, если Илью ворон кормил. Чего ж, и неужели Господь оставит своих сирых, так сказать, в этом самом, так сказать, плодной смерти умереть? Нет, конечно. Мы не сможем почувствовать любовь Божию, если будем поглощены какими-то житейскими заботами. Сейчас, подождите минутку. Одна секундочка. А, вот. Сейчас, да, да. Сейчас, сейчас, А, вот. Многозаботливость и излишние попечения заставляют человека забывать о Боге. Это я уже говорил, ну, просто с другой стороны. Современных людей сатана полностью, вот это интересно, современных людей сатана полностью увлек земным, земными, материальными интересами. А там, где слишком много забот, забот, мы многозаботливые. Вот знаете, что сейчас этот, как раз, этот, этот, коронавирус сделал? Многозаботливость убрал. Остановил. Остановил, да. Остановил, да. Остановил, да. Эта суетность. Все говорят, что суета остановилась. Понимаете, нормально, да? Прекрасно. Родители увидели своих детей, дети, родители. Нормально, да? Какие-то, начали пересмотрение, что-то начало с чего-то. Так вот. По грязному материальных проблемах человек уходит в сторону от той дороги, которая ведет в райские селения. Сначала ходит с одного, потом другого. Еще чего-нибудь, и еще. Вот так мы же и до коронавируса. Я бы так все время, понимаете? Если попадешь в колесики этого механизма, ты пропал. Ну, мы пропадали, а сейчас уже вроде нашлись. Выкарабкиваемся, да? Попали в яму, выкарабкиваемся, а как? Ведь как небесное бесконечно, так и земному нет в конце. Нам не приносит пользы выполнение большого количества работы даже. Мне вот эти голики, значит, вроде установили уважение, а с другой стороны, ведь она может быть просто утромить человеку, вот душу. Убивать, да. Убивать, да. Это же все та же суетность, понимаете? Работать, ну, работать можно по-разному. Если ты меру знаешь, то есть с умом, понимаешь, если ты Бога не забываешь, например, был один купец, вот он святой стал, не будем называть его имени, вот, так он говорит, так он, ну, ведь купец, это невероятно, там, все должно быть в мозгу, чем я думать об этом, да? Молитва Иисус Твоя не расставался, представляете? Даже старцы, оптинские поражались. Не расставался, вот такие чудеса. В миру можно быть, так сказать, можно освящаться. Гуще всего, да. Потрясающе. Так вот, значит, нам не приносит пользу выполнение большого количества работы, уже сказал, я это, млочисленными хлопотами, утомлением, и в особенности с поспешностью. Видите, поспешность, как одна, дьявольское поспешение, помните? Да. Что мешает человека трезвости, вот что делает, и делает черством его сердце. Иисус Твоя Савченко, простые вещи, он говорит, какие точные. Он перестает не только молиться, но и думать, уже не может вести себя рассудительно, а совершает промах за промахом. Поэтому, внимайте себе, не расточайте свое время попусту, без духовной пользы. А то дело дойдет до того, что душа ваша ожесточится, и вы будете не в силах исполнять свой духовный дух. У нас же у каждого есть свой духовный дух. Есть Бог семейный дух, есть Бог или Бог духовный дух. Есть он, есть у каждого человека. Кто выполняет его, тот спокоен. Того, никакие украиновирусы, никакие бури житейские не поколеблют настолько, чтобы он пал. Не только настолько, чтобы он потерял Бога. Понимаете? Будет смотреть на Бога, и любой, он может перенести любые страдания, любые беды. Я верю в это. Ведь мученики ведь могли это делать. Так там страшные мучения были, вспомните, какие страшные мучения были. Язык не поворачивается. Понимаете? Ну, Господь знает наши силы. Он сверхсилы не попустит. Я в этом убежден. Об этом истанции. Сверхсилы не попустит человеку, каждому. Если человек забывает, для чего ему дана эта жизнь, он попросту растрачивает полученное время. Если же он приготавливается к вечной жизни, то его земное бытие наполняется смыслом. Видите, какие слова. Смысл. Все. Все на места свои стоит. Есть иерархия ценностей. Есть первое, главное, высшее. Понимаете? Есть это. Ну, понимаете, когда все перевернута у нас в жизни и о каком Святом Духе, и о стяжании Святого Духа, о какой Вечности, о какой благодати можно рассуждать. Если человек, возьмите, вот человека, как строго, человек устроен. Поверьте, переведите, он вверх ногами. Ну, сколько он проживет? Ну, понятно, да? Переведите, вверх ногами, ну, сколько он проживет? Ну, час-два. Все, понимаете? Ну, три, может. Вот. Так же и здесь, если ценности перевернуты, если духовная наша составляющая, она где-то внизу, и даже не видно, понимаете, вообще, какой-то, вот, если даже день проходит, то он и, так сказать, не вспомнил их везде, или, как уж, как он проживет, а все, чем он был. Это раз. И потом, главное, что, вот это, видите, земное бытие наполняется смыслом. Когда все правильно, иерархия, понимаете? Как в семье, когда мужчина на своем месте, женщина на своем месте, не, женщина не впереди мужчина, а за ним, как положено, все смыслом. И она, ей это лучше, понимаете, и семья, а если наоборот, получается, смотрите сюда, если единица, допустим, мужчина, 0, это женщина, получается 10. А наоборот, поставьте, что получается? 0,1, нормально. Понимаете? Классно. То есть, а если бы женщина настолько смиренна, вот, тогда не 1, не 1, а еще 1, мы получаем, появляется. А если и дети, там вереница на ней, получается, семья мощная крепость. Вы понимаете, когда все правильно устроено? Вот в семье, даже элементарно, на земном уровне, я рассказываю, показываю. А если это духовная жизнь, если человек, если он, так сказать, озабочен там, то не важно чем, чем угодно, даже творчество, простите меня, понимаете? Но без бога. Даже творчество, да. Ну и что? Я знаю этих творческих людей. Знаю, у меня же, так сказать, в роду там, и, так сказать, друзей много, и творческих людей. Ой, Господи, помилуй, да. Вы знаете, если неправильно выстроена вот эта иерархия, он на первом месте, он ставит себя, свое я, свой талант, свой талант. И, вы знаете, сейчас, Спасибо. Спасибо. Подожди сейчас, у меня в телевидении, все, все. А вы можете попивать кофе и расходить? Нет, я только что пил, я его оставлю на завтра. Спасибо. Горячий, наверное. Забирай, забирай. Я пил только что кофе, я второй раз не видел. Захвачься. Ты не уходишь, не уезжаешь? Ну, подожди, 5-10 минут. Сколько у нас времени еще? Как у вас, отец, как у вас? Там внучек уезжает, да? Я начал, я начал, я начал, что-то говорить важное. В чем я говорил-то? Вы говорили про, про творчество. Про таланты. Серьезное дело. Да, это нас очень, да, так вот. Вы знаете, что, я, опять, имену не буду называть, но я знаю людей, почти гениально одаренных, понимаете, которые поставили, я, 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 я гениальный, я и свой талант с этим, как с писаной торбой носил, это не Бог ему дал талант, это его талант, понимаете? И что же? И Господь забирает, вы знаете, талант он не забирает полностью, он тает, не сыпет Господь сверху больше, понимаете? Не дает. А так, а другие люди, которые все предоставили на алтарь Богу, они все больше и больше, они все до конца дней все получали, 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 понимаете? Это, наверное, портрет Гоголя об этом, да? Кто жертвовал, да, да, да. Кто жертвовал, кто жертвовал, так сказать, до конца, Богу был верен, понимаете? В твой сочных людей. Вот эти люди, ну я вот, простите меня, Рембранд, Рембранд, и говорят, Рембрандт, а не Рембрандт, и так, и так, да? По-французски. По-русски говорят Рембрандт, а там я слышал Рембрандт, ну ладно, понимаете? Вот посмотрите его, блудного сына, там все, рука тянется, тянутся, как на икону. Это же невероятно. Человек, помните, Саски на коленях, помните, это процветающий, талантливый, молодой живописец, понимаете? Помните, какими, как она же, она очень богата была, как вы знаете, да? И какой успех, и какое счастье, какое благополучие, и чем все закончилось, понимаете? Старики какие-то, какие-то старухи, блудный сын, он нашел, нашел, вот это вот, жилу золотого сына, нашел, это золотую, и, не знаю, больше глубокого, более глубокого я не видел, все, в мешкой живописи, понимаете? когда я вижу блудного сына, я не могу не перекреститься, понимаете? У меня это как икона, понимаете? Ну, святите все, можно о нее молиться, понимаете? вспоминаю, славила я своего духа, никакой дух пишет, где хочет, вот что я скажу, дух понимает. А если, вот, талант, это же, если человек приписывает, знаете, ведь, сатана тоже дух, дух, и не будем забывать о том, что они каиниты там придумали, музыкальные инструменты, очень талантливый был, колено, да, такая каина, знаете, очень талантливая, красивые у нее, жены были, до сих пор очень красивые, стали целыть человеческие, на них жениться, и так все, как бы, вот это был принят через женщину, да, вот, каиниты, и вот эти самые, если человек, как один композитор мне говорил, ну, говорил, он сейчас по православным композиторам, не буду называть именем, разве можно музыке без демонизма, представляете, молодые годы, он не мог это вместить, как без демонизма может быть в музыке, представляете, сейчас-то он уже понимает, что можно, понимаете, так же и творчество, вот художник, да, если он благодарит Бога за этот дар, и готов не себе служить, а Богу, тогда это, это чувствуется, вы знаете, почувствуется, когда человек говорит, что такое, такое, особенно пострадавший человек, я с Холдовникова Александра Александровича, поэзию очень люблю, потому что он, простые вещи, о лере, так он, простите, почти, больше 20 лет, в суле, в гулаге, понимаете, целовать свои оковы, и там каждое слово, веришь каждому слову, понимаете, оно убедительно, потому что оно идет не от эстетства, не от, так сказать, искусства, оно идет от глубины веры, от глубины доверия Богу, как хотите, от какого-то чистого источника родника, понимаете, и не для себя, а не может, до устали воспевать Бога, не может не воспевать их хвалу, целует свои оковы, и когда не осуждал, а благодарил за эти оковы, представляете, посиди там с этими, с бандитами, с этими, с урками этими, посиди в этом, в гулаге, да, физически как-то еще, может быть, он еще и жил, на детских праздниках, Дед Мороза играл, наутренник, потрясающе, представляете, то есть, кто с Богом, он, Господь, всегда, Господь всегда устроит так, чтобы человек, всегда устроит так, что человек, чтобы, если он полностью доверяет ему, чтобы человек не погиб, чтобы он продолжал, так сказать, службу людям, Богу, есть потрясающее свидетельство одно, забыл священника, называется, «Непридуманный рассказ», сейчас я, может быть, вспомню, вот, интересный такой случай был, он, от голода попадало дрение у людей, и им сразу пайку срезали там до четвертой части, и они друг за дружкой, как слепые, держались друг за друга, их вели там, им давали там по этому, и у пайку хлеба, чтобы они, они все умирали, конечно, ну, чуть больше, чуть позже, после этой пайки жить нельзя. Вот он идет и слепой, он ничего не видит, и взмолился, «Господи!» Я к нам был, пошел туда, «Господи!» «Господи!» «Дай мне увидеть свою жену и своего ребенка, ребенок родился». Значит, и дай только увидеть это самое, вот, взмолился этим сердцем, и Дух видит, потому что у него глаза прозревают. Он подходит ему хлеб, а там урки рядом стоят. Они выхватывают хлеб, слушай, и видят слепой, не пользуются, понимаете? Он берет этот хлеб, а он хотел взять, ну, по рукам, понимаете? И тот заложил ему, что он, это самое, что он видит, симулирует, понимаете? Все, и прозрел. Понимаете? Дальше, второй, вот этот же случай с ним. И он ставит бригадиром. Бригадиром. Бригадиром, это же там, бандюги там, ну, понятно, разные люди, политические, ну, всякие разные, бригада. Бандюги. Он идет, ну, поэты, что-то там, наказали их едой, как всегда, наказывали, да? И его решили убить. Ну, ему сказали, подходит, сейчас тебе, заточку уже, сейчас в лесу тебя убьют. Он идет молиться. Идет молиться, перед Богом. Молится, идет, луковый снег, прокладывает дорогу, бригадир идет, прокладывает дорогу, по пояс снег. И вот, ну, впереди страшный грохот, сосна падает. Он, и какой-то звук. Он, значит, идет туда, подождите, идет туда, и видит, что вот сосна на берлогу и наколола, как на вилку, медведя, который там спал. Вот, представляете? Это же невероятно, даже не придумаешь, непридуманные рассказы. Вот. И он возвращается, выговорит, я знаю, что вы хотели, хватить и меня убить. Вот. Заточка уже готова. Это потому, что вы голодные, обозленные люди. Идите, берите свою еду. Идут мяс, наколенные медведи. Вы представляете? И к нему стали относиться как к святому. Эти все уважают все эти самые бандюги, эти самые уже лишенные человеческого обзора. Вот. Вот, если такое, вот, такое вот, это же недавно было, это же не древние времена, которое там было, не было, недавно совсем было, и это не придумаешь, понимаешь, если такое есть, вот, такое есть, то что говорить, понимаешь? Я думаю, в таком устроении были многие люди, и они такие дары от Бога получили. ну, я все рембетт, Ван Гог, Ван Гог, что далеко ходить, понимаете? Он любил людей. Он любил людей, да, столько таких дары был, столько любви он обещал, что человеческая природа не может это вынести, понимаешь? конечно, он был болен, был психически, у него приступы, вы же это знаете, да, вот, но, простите меня, с такими, с такой, с таким обилием любви, которую он любил, каждый листочек, он влюблен, так сказать, во всем, во этот мир, невероятно влюбленность, вот, такая его любви, такой, я никогда нигде не видел, понимаете? Вот, и он замечал, мечтал о чем? Чтобы его гравюры, гравюры, в рабочих семьях, чтобы висели, вот, понимаете? Чтобы в рабочих, в обычных домах висели, вот, о чем он мечтал. Вот, и, я говорю, поэтому Господь и сыпал, ему, потому что, несмотря на его болезни, понимаете, и сыпал, и сыпал эти дары, да, и вот, и, так сказать, и не представляешь даже современной живописи, вот, без Водгога. Вот. Ну, что? Спасибо. Ну, вот, да. Если, если, может, какой вопрос, какие-то вещи. Ну, я просто думала, может, какой-то пасхальный... Я вижу, а вас не вижу, я хочу вас видеть, я не понимаю. А вы не видите меня, маленьком окошечке таком, нет? Нет меня в малом? Нет, ничего не вижу, я только вижу себя, а не хотел... А я вижу себя, а вот так меня не видите, нет? А нет, это, я вас не вижу. В чем дело, почему? Вы приключите, чтобы я вас видел. Мне Ленчиков с вами говорите. Такая связь, значит, потому что я вижу... не очень приятно. Вас вижу в большом окне, а себя в маленьком. У меня двойник передо мной, нету, нету, я вижу свое лицо. что ли? Так тоже нет. Я виноват, не вы? Я нажал не то, что надо. Не знаю, это без помощника не разберешь. А помощник ушел, что ли? Аж внучек ушел уже, да? Внучек ушел, да. Внучек, его не найдешь. Дмитрий, ну скажите что-нибудь, пасхальное какое-нибудь всем, что-нибудь словечко, какое-нибудь пасхальное. Можно? Пасхальное словечко? Да. Вот это необычная наша Пасха. Необычная Пасха, это точно необычная Пасха. Вы знаете, что Господь свой невероятный, невероятную, такую невероятную жертву принес для того, чтобы мы получили вечную жизнь. Такую невероятную, знаете, что наши все ограничения, скорби, все такой пустяк, такое малость, такое ничтожество. И такие мы неблагодарные, безблагодарные люди, если мы их принимаем как скорби. Понимаете? Давайте подумаем о той жертве, которая, крестной, которую Господь за нас пришлет, невероятные мучения, которые не вместить никак в человеку. Но вот одно дело, когда человеку взяли, стреляли и все. Другое дело, повиси на кресте. Весь письма у Шевчука, или в Котово. Виси на кресте, Андрей, первозванный, висел. И мы должны с вами маленький крестик нести. Нас пока никто не вешает на кресте, но эту малую и свою тяжесть. Давайте донесем, чтобы эта Пасха у нас продолжалась и сегодня, несмотря на всякие эти сложности, эти коронавирусы, и все эти скорбь оказались бы внешне. И чтобы она продлевалась во времени, сколько можно, чтобы удержалось то чувство, которое мы сейчас имеем с вами, внутри, в эту радость. И чтобы, так сказать, она продолжилась в вечности, которую мы ждем и которую мы чаем. чтобы Господь принял нас как своих детей, а не как козлищ, как своих овец, а не как козлищ, и чтобы не отлинул нас от себя. Потому что этой жертвой мы должны быть достойны. Тогда будет этот вечный праздник, мы этот ощутим в своем сердце, еще пока не закрыли даже нашу гробовую крышку, понимаете. В этом радости мы можем пребывать фрайской радости еще до того, как мы перейдем в мир и ныне. Вот. И Пасха об этом свидетельствует. Это радость сегодняшней об этом свидетельствует. Ну что? Ура! Спасибо, Дмитрий, дорогой. Спасибо. Спасибо. Будьте здравы, веселы. И еще закатим. Вас послушаем. Мы с вами будем периодически теперь общаться. Конечно, теперь мы тут окошко. Это лучше всего, лучше всех телефонных звонков. Конечно. И делиться сокровенным и обоюдно, понимаете. И это и есть общение наше. И с вами, и в Боге. Мы с вами сейчас общались. И в Боге, и с вами. Мы любим друг друга, и вот общаемся, и Бог с нами. Ну, какая радость. Так же мы должны так жили святые, так жила Мария Египетская, понимаете. Это же мы причащаемся в этой полноте, которая невместимая, но невместимая. Мы счастливые люди, мы счастливейшие люди. Верующий человек священый, а может быть бесконечно счастливым. Эта радость может умножаться в десятки, в сотни раз, как она умножалась у великих святых, понимаете. дай Бог, чтобы мы об этом помнили и не размедлились на пустяки, на мелочи и на земные ценности, которые все сгниют, они все не вечные. Вот. Лучше мы на небесные, так сказать, вечные ценности все изменяем нашу жизнь на небесные, на небесные. Вот. И мы никогда не проиграем. Мы никогда, так сказать, никогда, мы сможем удержаться в любом состоянии, в любом искушении, в любом положении, в любой трагедии даже можем удержаться. Вот. Если такое доверие есть, если такая пасхальная радость, тогда и будет пасхальная радость. Насколько ты доверяешь, насколько ты приближен к Богу, настолько ты получаешь эту пасхальную радость. Вы понимаете? Пасхальная радость это свидетельство о том, скажем, стяжание Духа Святого есть вообще у нас или нет? Согласны вы с этим? Конечно. Конечно. Спасибо. Спасибо. Счастливо вам с самого-самого. Наша цель стяжание Духа Святого. Ну, давайте об этом помнить. Двигаться в этом направлении. Двигаться в этом направлении. Только в этом. Только в этом. Поддерживая друг друга. И вот вот общение, вы знаете, оно так много дает. Ведь вообще такая роскошь вообще. Такая роскошь не измерима. общаться со своими единомысленниками. Со своими единоверцами. Ну, это же потрясающе. Понимаю? Мы же друг друга поддерживаем. Друг друга и в Боге. Мы общаемся в Боге. То есть, помните, Господь сказал, там где двое или трое, двое, а мы сейчас пока вдвое, да, или трое собираемся. Я посреди них. То есть, мы сейчас с вами не вдвоем, а уже Господь, это точно уж с нами. Надеюсь. Надеюсь. Как он сказал, а я верю его словам. Я верю его словам. Вот так. О каком одиночестве может идти речь, да? О каком? Вот именно. Вот именно. Вот именно. О ком уныние может быть речь. О каком уныние может быть речь. Какое-то маленькое испытание и мы все уже, так сказать, ножки. Раскручиваем. Этого не было. Вот я вижу, у верующих людей этого нет. Я вижу, у ваших глаза у вас это нет, у меня это нет, у моих друзей этого нет. Ну, значит, все, жить можно. Жить продолжается. Нас там просто голыми руками не возьмет. этот преднаположный дух не возьмет. Спасибо. Спасибо. Ну, храни Господь. Храни Господь. Всего доброго. До свидания. До встречи, дорогая. Истинно похвала. Христос воскресе. Воистину воскресе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok